Добрый день! Рады приветствовать вас на канале Ладно да складно! Сегодня мы поговорим о том, какие же декоративные строчки может делать эта машина и как правильно ей пользоваться. Итак, прежде чем приступить, крутить вот эти ручки, мы должны выставить нашу машину в так называемый режим автоматики. Режим автоматики. Что это такое? Как бы не очень понятно, почему так это названо, что тут от автоматики. Всё делается вручную. Но тем не менее, вот 60 лет назад назвали это автоматикой. Значит, так и называем, как об этом заявлено в инструкции. Вот эту ручку первонаперво мы поворачиваем вот эту ручку. Вот так. Её можно повернуть вот на это максимальное расстояние, да, вот сюда. Можно в любое промежуточное. Тогда рисунок будет не так сжат, а растянут. Но я всегда пользуюсь вот, чтобы рисунок был наиболее ярко выражен. Я всегда ставлю ручку вот в это положение. Мы тем самым как бы разрешили использовать вот эти ручки. До того, как вы вот это установите, ничего вот здесь крутить нельзя. Запомните это. Это надо запомнить вот просто. Чтобы не сломать свою машину, надо делать именно так. И никак иначе. Так. Здесь что мы делаем? Длину стежка устанавливаем на вот буквально вот так вот чуть-чуть больше, чем ноль. Да? Понятно. Установили. Теперь переходим вот к этим ручкам. Чтобы не сломать машину, чтобы ничего там не погнуть, надо запомнить следующее. Вот эти ручки, вот эту ручку, да, рассмотрим. Вот в этом диапазоне от нуля до пяти можно поворачивать. Это мы меняем ширину зигзага и по часовой стрелке, и против часовой стрелки до нуля. Всё. Больше эту ручку ни в каком другом случае крутить против часовой стрелки нельзя. Только по часовой. Вот, допустим, мы хотим поставить вот такой рисунок. Это условное очень обозначение, это не значит, что рисунок на нашей ткани будет выглядеть именно вот так. Но вот мы должны прийти к этому значку, поворачивая ручку по часовой стрелке и подведя его вот сюда, вот под этот вот значок. Понятно, да? С этой ручкой дела обстоят точно так же. Вот в этом диапазоне игла вправо, игла влево, ручку можем поворачивать как по часовой, так и против часовой стрелки. Во всех остальных случаях, к какому бы вот из этих рисунков мы не желали прийти, мы поворачиваем ручку только по часовой стрелке. Когда мы это запомнили, мы смотрим в нашу инструкцию. Вот такая у нас инструкция. Вот я сейчас поподробнее на ней остановлюсь. Вот эти первые строчки линии, я скажу вам, они не так интересны. И вот на этом рисунке справа вы видите положение вот этих двух верхних ручек. Это я специально на этом останавливаюсь, потому что у некоторых такой инструкции нет. Так, вот такие рисунки. Смотрите, значит, первая ручка мы устанавливаем, она стоит вот в таком положении. Вторая ручка вот сюда. Рисунок получится вот такой. Опять эта ручка вот здесь везде, она стоит вот в одинаковом положении. Вот вторую ручку мы меняем положение, меняются рисунки. Точно так же здесь даю картинку тем, кому это интересно, у кого нет инструкции. Так, кроме того, обратите внимание, что вот видите, здесь уже поменяли. Если на предыдущих картинках у нас вот это положение было вот здесь, теперь сделали игла в право положение на всех вот здесь картинках. А вот здесь меняется рисунок. И его можно устанавливать как вот над значком, так и в промежуточном положении. Видите, вот здесь над значком промежуточном. Так, пройдемся быстренько по картинкам, чтобы кому надо, могли выставить себе вот такое положение значков и получить рисунок. Очень красиво получается вот такой рисунок. Так, я покажу сейчас, я уже сделала эти рисунки. Не все, конечно, их тут миллион, не все, но пробуйте сами, крутите, вертите. Видите, потом уже можно ручку эту устанавливать не только вот на этом положении. Вот что вот на этом значке здесь нет рисунка. Вначале ручка устанавливалась игла посередине, затем игла вправо. Вот такого положения здесь не нарисовано, я и не пробовала. Так, затем эта ручка выставляется вот, показано в какие положения и в какие положения вот эта ручка. Две нижние ручки мы не трогаем больше. Меняем только положение вот этих двух верхних. И у нас получается вот тут вот такая куча мала рисунков. Вот я вам из инструкции все положения ручек показала. Если вам надо, вы всегда сможете вернуться к этому видео, посмотреть и выставить то, что вас интересует. Что получится? Вот какие строчки могут быть? Вот мне, например, кажется, вот интересная строчка, да? Некоторые я просто прошла мимо, посмотрела, ничего интересного не увидела. Ну вот можно обработать изделие вот так. Вот видите, вот я все подряд пробовала, вот буквально все подряд. Вот это примерно так на картинке, как нарисовано, так и есть. Вот такая какая-то фигурная. В зависимости, вот я меняла длину стежка, чуть увеличивала длину стежка и уже вот машина реже делает вот эти, вот эти вот, реже их делает, и рисунок получается немножко другой. Вот можно также растянуть и вот этот. Это стоит у меня на максимуме. Можно менять, вот я приладилась, меняю вот эту вот, ну как сказать, сжатость и растяжение рисунка, я меняю его вот этой ручкой. Вот чуть изменяя вот эту вот длину стежка. А можно вот эту ручку не на максимум ставить, а вот, например, поставить вот этот, ну чуть ее вот так вот поворачиваете, ну понимаете, вот влево. Сейчас я, неудобно мне. Вот промежуточные вот эти. И стежок будет вытянут. Вот здесь он стоит, вот прям плотненько-плотненько шьет, а здесь вытянута. Я это регулирую вот этой ручкой. Так, вот смотрите, вот такой, например, мне показался интересный рисунок. Ну, что тут еще можно показать? Все рисунки надо, как бы вот пробуйте, смотрите, что у вас будет получаться, потому что, вот, видите, вот этот рисунок, это здесь я шила плотно. Вот был прям зигзаг вот такой плотный-плотный-плотный, да, вот как бы. Затем немножечко сделала строчку пореже. Получился вот такой. Ну, вот какой-то тоже тут фигурный. Они все фигурные, все они разные. И, в общем-то, вот выбирайте, что вам нравится. Пробуйте. Ничего сложного нет. Единственное, помните, что надо крутить только по часовой стрелке. Я вот даже могу объяснить, почему. Я, когда смотрела механизм, вот я снимаю вот эту верхнюю крышку, вот открутив вот этот единственный болт или винт. Ну, в общем, открутила, сняла крышку и вот все детали, поворачиваю вот это колесо, все детальки, которые там приходят в движение, я их смазываю. И вот вы увидите, что вот там, знаете, как они сделаны? Вот такая вот система. И вот когда мы их крутим, вот представляете, вот здесь у вас находится в зацеплении какая-то деталь. Конечно, ее можно только вот сюда свести. А вот попробуйте. Вот мы, когда пытаемся не по часовой стрелке, а против. Вот у нас вот это, что тут вот в зацеплении находится, оно упирается вот в эту стенку. Ну, как оно сюда-то вот заскочит? Никак, вот хоть ты тресни. Можно сдвинуть только вот сюда. Вот вы, когда откроете эту крышку и сами посмотрите сам процесс, что там происходит, вы все поймете. А кому не надо это вообще, вот такие тонкости, просто запомнили, что только по часовой стрелке. Пробуйте. Пишите, что у вас получается. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч на канале. Ладно. Да складно. Продолжение следует...